Слушайте Радио Болтком Добрый день, дорогие слушатели. Ну что, начинается программа «Климат-контроль». Морской геолог, ученый, журналист, пишущий о науке Константин Рангс с нами на прямой связи. Добрый день, Константин. Здравствуйте. Добрый день. Мы можем сразу же, наверное, объявить телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Все это широко приветствуется, ну, в рамках, естественно, нормативной лексики, ну, и прочих там соблюдений, демократических каких-то установок. Ну, и говоря о демократии, победы демократии назвал Байден, собственно говоря, свой приход к власти. И, наверное, начнем вот с действительно новый президент, новая метла по-новому метет. Сразу же мы видим, что Байден возвращает Соединенные Штаты Америки в парижский договор по климату. Это буквально первые же его были шаги. Что, какие изменения будут, что нам ожидать от этих событий? И, может быть, вот с этого и начнем. Ну, давайте начнем, прежде всего, с самого Джо Байвена. Как известно, он три раза пытался стать за свою карьеру президентом. Вот, как говорится, Бог любит троицу, на третий раз получилось. И это, в принципе, по большому счету, сторожил Белого дома. Ведь он же был вице-президентом при Бараке Обаме. А Барак Обама всего четыре года назад как ушел. То есть, собственно говоря, перерывчик небольшой. И, кстати, по-моему, вице-президенты не так часто становятся президентами. Вот Джордж Буш-старший, можно припомнить, который был вице-президентом при Рейгане. И тогда это говорили, что это чуть ли не первый случай в истории Соединенных Штатов Америки, когда вице-президент смог занять президентское кресло. Ну, тут как раз очень интересный момент. Ведь, собственно говоря, даже есть такая конспиративная теория, что Байден, понимая, что, в принципе, Обама проиграет Трампу, предполагал такое, он не стал выставлять свою кандидатуру и, как говорится, ушел в тень Хиллари Клинтон, которая здорово опозорилась вообще, если так говорить, серьезно. Вот у нее были огромные ресурсы, но там была масса ошибок. А мы, может быть, об одной из них мы сегодня как раз поговорим. Но это очень важный момент. И после того, как Трамп вернулся, смотрите, он тоже первым же делом стал крушить все то, что до этого, раз мы говорим про климат, давайте про климат только сосредоточимся, стал крушить вот эти вот инициативы, которые выдвинула связка Обама-Байден. То есть то, что сейчас Байден пришел и стал резать под корень то, что написал Трамп, то это, можно сказать так, это возвращение к пройденному. То есть это как бы возвращение на старую траекторию, которая сформировалась за 8 лет президентства Барака Обамы. Это очень важный момент. Но за это время произошло все-таки 4 года. И это не только год пандемии, нужно отметить. Это последние 4 самых теплых года. То есть для сторонников, людей, которые убеждены, которые, может быть, на своей шкуре почувствовали вот это самое потепление и климатические все эти выкрутасы, которые происходят на планете, ну, например, пожары в Калифорнии, совершенно безумные. Вот эти люди как раз были весьма критично настроены к позиции Трампа и как раз хотели вернуться, чтобы Байден вернул все на круги своя. Это очень важный момент. Это нужно понимать, что за 4 года в США сформировалось слой людей, которые, с одной стороны, стали лучше зарабатывать при Трампе, с другой стороны, появился и прослойка людей, которые очень многое что потеряли. И вообще во многие вещи они стали бояться, так скажем, гораздо более объяснимо, чем ранее. Когда у вас вокруг все горит, в пепел превращается, вы поневоле поверите в проблемы с глобальным потеплением. Или, например, на берег моря, где стоит ваш дом, обрушиваются такие волны, что вам остается только убежать, спастись. Потому что и от дома-то ничего, собственно говоря, не останется. И ливни, и много других вещей. Вот сейчас попробуйте объяснить жителям Западной Британии, у которых потоп и даже рушатся каменные дома от наводнения. Потому что в течение нескольких дней выпадает двухмесячная доля осадков. Об этом сегодня говорили. Там действительно показывают очень печальные кадры. Эти люди абсолютно убеждены в том, что все, вот климат летит под откос, и жить как раньше нельзя. Вот поэтому они рады, что наконец-то может прийти человек, вменяемый, как они его считают, который повернет все на уже налаженную дорогу. И будет идти как бы в русле общемировых тенденций. Так что, собственно говоря, по Байдену нужно понимать, что из-за него есть голосовали и голосовали люди, у которых были вполне определенные резвоны. Но здесь я сразу бы сказал, что есть и большое количество американцев, которые вот этими новыми инициативами Байдена недовольны. Особенно их беспокоит его высказывание ставки на зеленую энергетику. И о том, что вот нужно уходить к 50-му году, по-моему, перевести американскую экономику на использование энергии из возобновляемых источников. Потому что сколько людей занято добычей угля, нефти, газа. Там целый, по-моему, штат Вайомин, который практически энергетический, штат главный Америки, просто в шоке, в ужасе, потому что люди боятся потерять работу. Ну, еще вспомним штат Техас, который тоже сидит, его еще называют нефтяным штатом Америки. Но ведь стоит вспомнить, что это же не просто так, вот они боятся. Ведь одна из трех таких вещей – это Байден подписал возвращение в парижский протокол, то есть соблюдение его условий, откуда Трамп Соединенные Штаты вывел. Второе, очень важный момент – это же мораторий на раздачу участков для бурения в Арктике. У них есть свой кусок. В Северной Аляске вполне такие себе нефтяные месторождения газовые. Он перестал, наложил на это дело мораторий, и он закрывает проект трубопровода от Канады до берегов Мексиканского залива, Keystone Extra Large XL, который тоже раскрыл для работы Дональд Трамп. А стоит вспомнить, что еще при Обаме как раз были большие выступления, причем там сошлись вместе не только чисто экологи, которые за природу, но не зашли местные фермеры и индейцы. Тут, как говорится, все объединились. Дело все в том, что трубопровод этот проходит по территории, где расположены очень большие, очень важные ресурсы подземных пресных вод. И случись какая-либо авария, вот тут очень важно, ведь нефть это вам не газ, который уходит в атмосферу, и все. Нефть это смесь очень ядовитых веществ, по сути, своей. И случись вот это вот какая-нибудь авария, то вся эта нефть попадает в эти воды, и таким образом, что называется, где поить скот, где пить самим, чем поливать, орошать угодья. То есть тут сразу масса вопросов. Поразительно другое, что кто, так скажем, проявляет сейчас недовольство в связи с этим экологическим движением. Экологичнейшая Канада. Дело все в том, что за четыре года, пока был Трамп у власти, и когда начались все эти вот дела с этим трубопроводом, Канада, она взяла очень активно экспортировать свою тяжелую нефть. Дело вот в чем. Если вы построили нефтезавод для переработки тяжелой нефти, знаете, такая тяжелая, черная вот эта, черное золото, то в этом случае ваш завод и должен работать вот с этим сырьем. Он не может прямо сейчас, вот сейчас мы залили туда черную нефть, а кончилась черная нефть, залили желтенькую. Нефть же разная бывает, даже зеленая. Так что, собственно говоря, для канадцев, у которых как раз канадские нефтяные пески, это крупные месторождения на северной границе Соединенных Штатов, этот трубопровод жизненно необходим. Им просто некуда эту нефть дальше поставлять. А этим трубонефтезаводам, которые находятся на берегу Мексиканского залива, как раз именно такая нефть нужна, чтобы продолжать работать по старой технологии. И как же тут вот какой-то такой... А вот тут они сейчас придется прилагать все, скажем, дипломатические усилия и каким-то образом этот вопрос решать. Я это к чему? К тому, что на самом деле это не все так очень просто. И действительно, многие комментаторы говорят о том, что у Байдена вот эти четыре года очень здорово отвели Соединенные Штаты от того курса, который был сформирован еще президентом Обамой при том же Байдене. То есть все-таки четыре года жизни это четыре года жизни. Вот вы как отметили, Олег, про тут же очень важный еще вопрос угольной энергии. Да перед самыми выборами, перед самыми выборами, когда, в общем-то, как раз шла активнейшая борьба перед выборами, когда была Хиллари Клинтон и Дональд Трамп спорили. Хиллари Клинтон допустила одну очень... допустила один очень сильный прокол. Она, как и все, знаете, такие интеллигенты, любит, говоря с публикой, поиграть словами. Вещь эта очень страшная. Она... Это задокументировано, это все об этом... Это описано. Она на одной из бесед решила пошутить. Она, значит, хотела поиронизировать над страхами угольных регионов, что их будут закрывать вот по экологическим соображениям. И она сказала, ну, мы же действительно хотим закрыть все эти угольные шахты, поотправить всех... Тут дело не в тонкостях речи. Но она как бы дальше сказала, что, конечно же, нет. И стала рассказывать о том, как они будут перестраивать угольную промышленность. Идея-то у них отличная была. Как перестраивать угольную промышленность. Потихонечку убирать, добыть самых грязных углей. Они же тоже разные бывают. В последнюю очередь только угли коксующиеся. Это для металлургии нужно, но о них не так и много. Дальше разрабатывать, детей отправлять, учить, выделить деньги на пенсии, чтобы раньше эти шахтеры могли уйти на нормальные пенсии, уйти из этих шахт. И, в общем-то, все исправить. Но всю хорошую, хороший доклад, она грохнула вот этой своей шуткой, которую трамписты вырезали и вывесили в YouTube. И потом можно было биться головой об стену и говорить, что это все прорезано, вот все пятое-десятое. Это вот тот самый случай, когда классические демократы, рассчитывающие на классические медиа, проиграли тому, что делают социальные сети. И ведь абсолютно было понятно, что это чистейшей воды такой фейк. Ну, фейк не фейк, она это говорила. Но это вот, знаете, как говорится, можно любой речь выразить кусок из контекста и получить совершенно другой смысл. Вот это классический пример. И получается, что вот этот вырезанный кусок сыграл против нее и восстановил против, я понимаю, демократов. И таких кусков было довольно много. Они, демократы, проиграли в том числе и потому, что не могли четко объяснить людям из таких вот индустриальных регионов, как они вообще собираются переводить экономику Соединенных Штатов на зеленые новые рельсы с сохранением их уровня жизни. Понимаете, если, допустим, сейчас нам сказать о том, что у нас принимается новейшая программа, по которой один из наших приморских городов будет залит всеми деньгами, а остальные пусть живут, как хотят, то у нас, во-первых, с одной стороны начнется паника на рынке недвижимости, а с другой стороны, допустим, Ригу переносим в другой портовый город. Вот начнется веселуха в Риге. А с другой стороны, где там будут кто-то наживаться, кто-то сливать эти самые жилье, а кроме этого же возникнет проблема. Здесь были рабочие места, где будут ли они на новом месте. То есть это всегда страшно. И чем ты старше, тем страшнее, потому что у тебя уже нет времени переучиться быстро, что-то делать по-новой. И вот это как раз и привело к тому, что, допустим, люди, живущие в таком индустриальном штате, как Пенсильвания, они уже еще до выборов Трампа, вот тех вот выборов 2016 года, говорили, что они будут за него голосовать, хотя им ближе демократы, но они в этот раз проголосуют за Трампа. И вот тут мы видим очень интересную ситуацию, что ведь смотрите как. С одной стороны, все сейчас говорят про зеленую, ну, по необходимости зеленой энергетики, перехода на зеленые рельсы, зеленая экономика и все такое прочее. Вроде цифры нам показывают, что 2020 год действительно был самый жаркий год из наблюденных. Ну, тут уже ничего не скажешь, цифры есть. Причем самое интересное, что самым жарким, самый высокий скачок наблюдался на севере нашей планеты, а именно в северной части восточной Сибири. Вот там, где сейчас полюс холода, там теперь, там была летом, минувшим летом, какая-то несусветная для тех мест жара. Мы делали эфиры прямо из моря Лаптевых, когда проводились там исследования. Вот, это было самое начало октября. Одновременно исследования с одной группой, тогда вот мы связывали с российским научно-исследовательским судном, немецкое научно-исследовательское судно дрейфовало в районе Северного полюса. И они получали синхронные данные, которые показывали, что действительно что-то творится совершенно неопределенно. И, кстати, уже тогда говорили о том, что зима нам покажет тоже какие-то чудеса. Самая беда-то в том, что ведь не происходит какого-то более-менее понятного изменения. Помните, неделю тому назад мы говорили, что по прогнозам на три дня вперед будут морозы, а что будет через неделю, уже, как говорится, бог есть. Через неделю предполагалось, что сегодня должна была быть температура где-то минус 5, минус 7. А вот в минувшую среду должен был быть сильный снегопад. Такой очень-очень сильный снегопад. Что мы получили? Сильный снегопад происходит где-то в районе Петербурга и Финляндии. Там сильный снегопад. У нас почти что плюс 2. Все течет. Да? Но первые 3 дня действительно морозы были. Поэтому можно было сказать, ребята, хотите зиму, съездите, покатайтесь, померзните, вот вам будет зима. И вот самое интересное, что сейчас ни один метеоролог, ни одна система не может, ни одна служба не может четко сказать, что ребята, условно говоря, через 2 недели опять зима вернется. То вернется, то может не вернется. А может быть у нас в средине февраля будет плюс 15 и уже все зацветет. Такие тоже шансы есть. Вот это то, что, в общем-то, действительно пугает ученых и они это транслируют, пугают обывателей и они это все транслируют политикой. Такая непредсказуемость погоды и практически вот то, что мы видим сейчас действительно это невозможность дать точный прогноз. Да, старые модели полетели, как говорится, к чертям. Новые модели мы еще не наработали и вообще куда мы идем. Может быть, как раз это и будет наша новая норма такая через полосицы. А летом может снегопад быть, почему же нет. Так вот, что интересно, интересно то, что с одной стороны политики говорят о том, что мы должны двигаться в этом зеленом направлении, а с другой стороны возникает вопрос. Есть ли те же самые, любой человек, который интересуется, очень быстро найдет эти тексты о том, что многие говорят, у нас окно перехода вот на зеленую энергетику всего лишь несколько лет, до 30-го года. Девять лет осталось. Вот если в течение девяти лет мы полностью не перестроимся на зеленую технологию, то тогда уже, как говорится, поздно пить напитки, лечебные минеральные воды, потому что у нас уже, как говорится, все рухнет. Точка невозврата. Да, из-за инерции, огромной инерции атмосферы, уже все, грядущая эпоха сплошных засух, ливней, потопов, она уже все равно произойдет. Даже те, кто живут сегодня, кто только на пенсию собирается, успеют увидеть, как все плохо. А те, кто сейчас в рабочем положении, те, конечно, получат это все по полной программе. А тот, кто родился на днях, вот они к своей старости вынуждены будут как-то, что называется, отстреливаться от того, что происходит. Слушайте, ваша речь сейчас мне напоминает речь Джона Сильвера в острове Сокрович, когда он там, встречаясь с командой, говорил, а те, кто останется в живых, позавидуют мертвым, выдвигая им ультиматум перед штурмом этой крепости. Вот действительно, звучит так очень мрачновато. Вот если посмотреть на все расчеты, то получается примерно так. И вот тут возникает вопрос. Погодите, есть ли у нас впереди огромные потоки беженцев, катастрофические засухи, голод, там счет уже миллиардами идет, вот все так плохо, да? Тогда, значит, сейчас нам нужно, наверное, думать не столько даже о том, о каких ветряках, сколько у нас будет ветряков, сколько чего, и на какие типы автомобилей мы пересядем. А нужно думать о том, что мы будем делать для того, чтобы спасать население, как мы будем, где мы будем жить, потому что, если будут потопы, то зачем строить дома там, которые просто утонут? Так уж давайте тогда четко ввести новый план о том, что новый план, как говорится, эвакуации населения туда, где повыше, посуше, и вот там будем сейчас что-то строить по новой. Применительно к нам, вот, может быть, пора новую Ригу где-то начинать строить, на холмах. Это серьезные вопросы, даже возникает, но это нужно делать, об этом нужно говорить сейчас. В таких условиях чрезвычайных будет ли нормально работать современная система, допустим, парламентского управления? Вот, это тоже повод для дискуссии. Да, хорошо бы, если бы ничего не нужно было менять. Все ко всему привыкают, никто не хочет, чтобы что-то менялось. так, по сути своей, кроме небольшого числа особо таких, так скажем, бойких товарищей. Но, в принципе, нужно же все-таки принять какое-то решение, понять, как работать. Если, представьте себе, у нас все время будет продолжение чрезвычайной ситуации. Вот, как с этими самыми ограничениями на торговлю трусами, носками, колготками и топорами, там, с пилами. Вот, может быть, тогда, если это будет надолго, вот, давайте подумаем, если так будет постоянно, то что мы должны делать? Может быть, тогда, в принципе, надо думать о том, что вся система торговли должна поменяться? Какие-то преференции должны быть? А что делать с этим бесконечными продавцами? Ведь несчастные люди, они же теряют свой хлеб. то есть, мне кажется, и это, кстати, проблема не только мы-то, господи, на окраине, да, а это проблема, которая захватывает и Европу, и те же Соединенные Штаты. И господину Байдену, его команде, сейчас как раз придется решать этот вопрос. Он уже подписал документы, он даже показывал перед телекамерами, толстая такая, сантиметра полтора, свою, вот эту программу борьбы с ковидом. Это хорошо, что у них есть программа, вот, но в принципе сейчас речь идет о том, что нам нужна такая большая программа и с ковидом бороться, и с потеплением бороться, с изменением климата, с изменением условий жизни, извините, условия бизнеса, ведения экономики тоже, получается, поменяются. То есть, надо работать на опережение событий, а не следовать их изменениям. Ну, а это единственный путь, именно, считать, что, ребята, вот мы, представьте, столько говорили про то, что вот колонизация Марса, вот представьте себе, что ситуация так поменялась, что нам нужно Землю колонизировать по новой, по новой и решать вопрос, как жить на нашей планете в условиях изменившегося климата. Он изменится, он уже помчался, знаете, как сорвал от тормоза, все, изменения идут, причем непонятно в какую сторону. Если бы было понятно, тогда было бы хорошо. если бы мы знали, что у нас больше не будет зимы, можно было бы не тратиться на одежду теплую, да, вот, можно было бы, допустим, нашим сельскохозяйственным фермерам, предпринимателям, начать высаживать в массовом порядке виноградные лозы, переходить на другие сорта груш и яблок, а может быть, что-то еще, может быть, черешня бы лучше бы начала расти, и тогда было бы понятно, что у нас закономерно теплее. А если у нас это, так, теплее, теплее, а потом минус 28, минус 30, да, а для того, чтобы все это вымерзло, и нескольких дней достаточно, а потом опять все потеплело, и вот вы стоите в теплой, в легкой рубашке и смотрите на то, как неделю назад морозы убили все, что у вас высажено. Вот в этом самая беда, непредсказуемость того, что происходит. Но раз происходит непредсказуемость, значит, тогда предсказуемыми должны быть действия наших политиков. Кто-то же должен начать говорить о том, что мы должны задуматься с вами о том, что будет не через неделю, не через месяц, не через год, а, допустим, хотя бы через вот этому 30-му году. Ну да, тем более, что есть вещи, которые невозможно сделать за неделю, даже за год, например, строительство каких-то объектов больших, то есть это как раз то, где десятилетие, достаточный срок для того, чтобы подготовиться к 30-му году. Ну, 30-й год, заметьте, кстати, Европейский союз, Еврокомиссия, она обозначила 30-й год уже годом, которому должны произойти какие-то реальные изменения. Но, опять же, посмотрите, человек предполагает, а Бог располагает. Ведь какие были надежды всего лишь месяц назад на ход вакцинации от ковида? У нас возьмем, да? Ведь прекрасные были надежды. Вот сейчас приедут вакцины, да? С ними будет все хорошо, народ выстроится, кому положено. График создали. А сейчас вот смотришь, читаешь, далеко не все, даже врачи, хотят вакцинироваться, манкируют этим делом. Некоторые заболели. Ну, это было, как бы, могло такое быть, это понятное дело. Но, как говорится, а потом выяснилось, что сам поставщик вакцин, как говорится, затеял ремонт у себя, вот, и нет новых поступлений. А там, где можно было, там, значит, надо еще заново все переоформлять. И вот этот вот процесс вакцинации, который предполагалось, что он будет идти, как сказать, по математической, по геометрической прогрессии, он взял, как-то и остановился. И об этом же говорят не только у нас, и у соседей, и в той же Германии об этом пишут. Как это пойдет дальше, неизвестно. А тут еще новые штаммы пошли этого коронавируса. южноафриканский, вообще непонятный пока. Да, бразильский, английский, южноамериканский, что-то еще там повылазит, да. И дальше вот действительно возникает вопрос, что то, что казалось, вот еще месяц назад, что мы уже, как говорится, вот на подходе, скоро все будет классно. А к чему это приведет? Это может привести к тому, что система, что называется, вот этих всех ограничений, она останется. А началась она давно. Мы уже об этом, одну передачу позволили потратить время. И к чему все это приведет? Ну, это приведет, наверное, к тому, что само понятие чрезвычайная ситуация станет оксимароном, потому что ведь слово чрезвычайное предполагает, что это какие-то экстренные меры на какой-то короткий период времени. А если она станет нормой, то скорее чрезвычайным станет положение, когда мы не носим маски и живем обычной жизнью. Ну да, будет объявляться чрезвычайное положение по случаю какого-нибудь праздника, да, разрешено три дня не носить маски и ходить куда хочешь, да. Вот и как угодно. Ну вот да, вот примерно так оно и может произойти. Надо отметить, что, кстати, команда Байдена, она в своих этих проектах, она учитывает, что им придется преодолеть огромное сопротивление в обществе. Поэтому не случайно Байден говорит о том, что мы должны опять стать одной нацией и объединиться. Потому что это очень плохо, когда одна часть общества, условно говоря, за прививки, а другая часть общества строго против прививок. И это очень плохо. Одни за маски, другие против масок. И когда начинаешь разбирать, а кто же, собственно говоря, как тебя ведет, то выясняется очень неприятная ситуация. Те люди, которые молодые, здоровые или работают на свежем воздухе, они, собственно говоря, никак не желают никаких ограничений. А вот те люди, которые в возрасте, у которых есть какие-то хронические заболевания, которые живут достаточно скучно, эти люди как раз выступают за максимальные ограничения. То есть получается, что у нас уже расслоение и по возрастному признаку, и по социальному признаку, по уровню доходов. Как-то мы говорили, что если у вас есть поместье, возьмем пресловутый дворец в горах, то для вас, кем бы вы не были, шато, вот мне в свое время повезло оказаться в одном шато в горах Юры, это во Франции. Вот, пожалуйста, местная жительница, которая там живет, говорит, что она далеко и все уголки своего поместья обошла. Или объехала на лошади, она еще на лошади любит кататься. Понимаете, для таких людей, а если куда-то нужно вылетать было, то они тогда вертолет заказывали. Понимаете, для таких людей понятие изоляции или там каких-то ограничений весьма условно. Ну, сели на вертолет около своего шато, долетели до посаночного места на своей яхте где-нибудь там в Марселе или Сан-Тропе и ушли в море. И вот это очень серьезно, потому что это означает, что есть люди, которые действительно будут прекрасно себе жить и процветать и аккумулировать еще больше бандитов. И вот этот средний класс, который существовал вроде бы и в Европейском Союзе, нарождался у нас и в той же самой России, и в Украине, он исчезает и он падает вниз. Но это может привести рано или поздно к тому, что люди возьмутся за вилы и придут вот в это прекрасное шато для того, чтобы как бы получить свою долю, как они думают, причитающихся им всевозможных благ и богатств. А вот тот-то сразу обязательно появятся те, они уже существуют, которые начнут говорить, что право голоса должно быть связано с определенным его имущественным цензом. То есть это тоже очень серьезный момент. Угроза демократии, она же не столько в одиозной фигуре, как того или иного руководителя. Вот как я посмотрел американцы. Трамп. Вот Трамп, 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 Трамп. Это индикатор явления. Он появился, потому что просто-напросто этот человек понял, как можно оседлать народную волю и получить нужные голоса. Но он индикатор, он не причина. Все эти процессы, они появились гораздо раньше. И тут можно долго говорить, почему они появились. Мы смотрим на наших восточных соседей в России и там тоже все то же самое. Появляется, когда какой-то стиль управления это теснейшим образом связано с тем, что там сложилось, как и сформировались отношения. Посмотрите, страны Балтии или та же Финляндия из Швеции. Можно долго, вроде бы у нас и парламенты похожи, и система управления, и вроде все такое же. Только почему-то как-то по-разному они управляются. Но ведь нужно отметить, что та же самая, когда меня поражает, все говорят, вот Финляндия, ты посмотри. В Финляндии никогда крепостного права не было. С 14 века их представители участвовали там в выборах королей в Швеции, тогда еще это часть Швеции была. Это совершенно другая история, она сложилась по-другому, и там главное другое народонаселение. В доме, в котором я живу, никак не могут собрать уже, по-моему, десятилетия полностью кворум жильцов, для того, чтобы решить серьезный вопрос, чтобы крыша там не протекала или что-то еще. В лучшем случае и два трети приходит. А когда в том доме, где я жил в Хельсинки, когда повесили объявление о том, что нужно собраться по серьезному вопросу, у нас, извините меня, там вода течет через ручьи, через детскую площадку, то пришли не только те, у которых есть дети, разумеется, а пришли все, кроме одного заболевшего. И они сидели и решали вопросы. Самое интересное, что в доме живут люди самых разных социальных статусов, но они сидели и решали вопрос, что они будут делать. Правда, другая сторона вопроса. Чем закончивается собрание у нас, поругались и разошлись недовольные друг другом. В Финляндии местное, так скажем, руководство этого ЖЭКа, так говоря нашим языком, заранее поставило мангал, стало жарить сосиски, привезли пиво к вас, и после собрания все дружно поели сосисок, попили пиво, еще познакомились друг с другом. Кстати, это очень серьезная вещь, умение общаться с людьми. Но кроме этого нужно, чтобы сами люди бы понимали, что если они сами что-то не будут решать, вот не оторвут свой зад от стула, то обязательно появится какой-то лидер, который скажет, я вам все решу и вам все дам. А потом сидеть и жаловаться, а почему у нас вот этот лидер сидит, а вот мы такие тут, мы тоже хотим демократии. Ребята, почему демократия начинается вот в вашем подъезде? И вот это тоже очень серьезная вещь, о которой нужно будет говорить. Так что я думаю, что сейчас мы увидим много чего интересного, потому что включение Соединенных Штатов опять в зеленое движение, они сейчас будут пытаться догонять, как раз поможет усилению позиций зеленых в той же самой Европе, а следовательно у нас, что называется «Привет электромобилям и электросамокатам и всяким прочим велодорожкам». Но интересно, я так думаю, что та же самая и Россия тоже сейчас поднимет знамя борьбы за экологию, потому что у них тоже много серьезных проблем, и у них есть, кстати, и свои варианты решений. Так что, собственно говоря, надеяться на то, что все вот это экологическое движение затихнет и буду ездить, как и раньше, на своем джипе, пикапе, с дизельным двигателем на 4 литра, это все потихонечку сейчас благополучно уйдет. Скорее всего, мы будем видеть, так скажем, новый вал и новую активизацию экологических движений всех раз в этих странах. Ну и мы обязательно будем следить и продолжать эти беседы в эфире и обсуждать сегодня, кстати, как-то не звонились, ну вот начали только сейчас звонить, но, к сожалению, вот время наше уже вышло. Звоните раньше, друзья, то есть вклинивайте смелее в наш разговор, высказывайте свое мнение. Константин Рангс, журналист, ученый, морской геолог, с нами был на прямой связи. Большое спасибо и до следующей пятницы. До свидания. Всего вам доброго. На одной волне с городом.